И так, как вы знаете, G20 выпустила свое финальное коммунике, уж не знаю, финальный, феноменальный, 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 феноменальный коммунике G20. Они согласовывали, 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 да не вы согласовали. На самом деле, они, к сожалению, да вы согласовали. И в этом финальном коммунике эти самые G20 написали очень важные вещи, в финальном коммунике G20, что оказывается, значит, в Украине идет война. Вы слышали про это? Есть война в Украине некая. Что вообще говоря, написано в решающем таком решительном решении G20, написано, что вообще нельзя силой пытаться забрать чужие территории. Это просто вообще нельзя. Нельзя. Нельзя нападать на другие страны прям вообще. Прямо так и написали. Надо вообще все страны, говорят, все, вообще все страны имеют право на территориальную целостность. Представляете себе, что написали? Вот шельмицы, да, взяли и написали. Все страны, говорят, имеют право на территориальную целостность. Мы-то не знали. Они взяли, вот так решились, собрались в Индии. Вот понимаете, да? Взяли специально, значит, 20 лидеров крупнейших мировых стран, плюс еще лидеры Евросоюза, Африканского Союза. Съехались специально в Индию. Ну что там, недорого, я думаю, сколько это? Я думаю, что это где-то штук 50, 70, 80, 150 частных самолетов, плюс еще рейсовыми самолетами тысячи людей. Ведь каждый с референтами, с помощниками, с охранниками, там, джипы охраны привезли, бронетранспортеры привезли. Что только не привезли, все вот это собрались там и написали. Вы знаете, все страны имеют право на территориальную целостность. Это такой какой-то саммит капитанов очевидность, правильно? А так нельзя было. А могли бы просто Устав ООН вслух зачитать, вместо того, чтобы съезжаться на саммит. Взяли бы, достали бы Устав ООН, сказали бы, о, все страны оказываются территориальной целостностью. О, оказывается, нельзя захватывать чужие территории. О, оказывается, нельзя захватывать чужие корабли в Черном море. Надо же. А мы и не знали, блин. И что сейчас происходит? Да, они прозрели. С ними произошло прозрение, говорит Леново Йога. То есть, вот они все не знали, но когда приезжаешь в Индию, там просветление наступает в Нью-Дели. Там садишься, ну что, Тадж-Махал рядом, все рядом, Оша рядом похоронен. Ну, конечно, просветление наступает. Там тебе в голову приходит, господи, что ж такое-то было-то, а? Что ж такое-то было-то? Вот. И радуются, вы понимаете, радуются. Вот Шольц, например. Сейчас попробую найти. У меня, по-моему, где-то выписано было цитата из Шольца на эту тему. Вот, я вам зачитаю. А, нет. Сорян, это будет сейчас не из Шольца, но Шольц примерно то же самое сказал. Выбор, который у нас был, говорит чиновник из G20. Это он в Financial Times говорит. Выбор, который у нас был, это текст или его отсутствие? Нормально вообще, да? Выбор, который у нас был, когда мы приехали в Индию, это либо написать декларацию, либо не написать. Либо встретить динозавра, либо не встретить. Правильно? И думаю, что правильный ответ – это текст. То есть правильный ответ, чтобы текст был. Ого. Видите? Мудрость. Все-таки собрались. Когда собираются 20 мудрых людей, они всегда что-нибудь мудрое придумают. Правильно? Financial Times пишет, что декларация G20 стала ударом для Запада из-за отсутствия глобального консенсуса по поддержке Украины. Украине. В декларации саммита G20 упоминается только «война в Украине», формулировка которой сторонники Киева, такие-то США и союзники по НАТО, ранее отвергали, потому что она подразумевает, что обе стороны в равной степени замешаны. Исключение западной критики в адрес России позволило G20 прийти к соглашению по другим вопросам, таким как обещание возобновить экспорт украинского зерна через Черное море, сказал высокопоставленный чиновник, присутствующий на саммите. По его словам, компромисс был необходим для поддержания консенсуса. Вот понимаете, вот об этом я хотел поговорить. Вот из-за этого я назвал сегодняшний стрим «Саммит импотентов». Из-за этого компромисс был нужен для достижения консенсуса. Вы вдумайтесь в эти слова, вдумайтесь в эти пустые, бессмысленные формулировки. «Компромисс был нужен для достижения консенсуса». Как там про… Ах, не вспомню, не вспомню уже. «Компромисс был нужен для достижения консенсуса». И потом еще канцлер Шрёдер, не Шрёдер, господи, что я говорю, Шольц, тоже возрадовался, что мы же смогли подписать-то. Посмотрите, компромисс-то нужен был для достижения консенсуса. А я о чем хочу сказать. Вот сели эти самые страны G20. Среди них G7, то есть мировые лидеры абсолютные западные. Евросоюз, мировые лидеры опять-таки. И все остальные типа страны третьего мира. Про китайские, возможно, возможно нет. И нам, говорит, нужно было с ними найти какой-то консенсус, найти что-то общее. Поэтому мы написали неправду в документе. Поэтому мы там наврали. Поэтому мы написали, что это война в Украине, а не российская военная агрессия против Украины. А меня вообще даже сам факт вот такой формулировки, что это война в Украине, уже возмущает. Вот смотрите, даже котика возмущает. Почему возмущает? Потому что, а что, война только в Украине ведется, а в России ее нет? А когда мы стреляем дронами по Москве, это война не в Москве? А когда мы ударили по Пскову, это была война не в России, то есть это война только в Украине? Вот эта формулировка вредна для Украины. Надо говорить как минимум, война в России и Украине. Военная агрессия России против Украины. Война на территории России и Украины. А то получается, как бы в Украине война есть, а в России нет. Что мы беззащитные тут сидим. И вот именно из-за этого начинается, что украинцам нельзя. Вот сегодня ночью россияне ударили по Киеву. 33 беспилотника. Сколько было заявлений ООН за сегодняшний день о том, что удары по Киеву неприемлемы? Сколько? Вспомните. Кто сейчас напишет первым точную цифру, сколько было сегодня заявлений ООН на тему того, что удары по Киеву беспилотниками неприемлемы? 45 пишут. Вот Денис первым написал правильный ответ. Ноль. Ноль заявлений. Ноль. Хотя это был какой удар? Сотый удар беспилотниками по Киеву и ноль заявлений. Ноль. Когда Украина впервые нанесла массированный удар по Москве, заявление ООН, удары по Москве беспилотниками неприемлемы. Это как получается? То есть Украина сделала один удар массовый по Москве. И тут же заявление ООН на эту тему. И вообще все обсуждают, можно бить по Москве, нельзя бить по Москве. Вспомнить, сколько обсуждений о том, что нельзя бить по Москве. Или даже можно бить по Москве. А когда Россия каждый день наносит удары, массированные беспилотниками по Киеву, то про это вообще никто ничего не обсуждает. То есть как бы все это нормально, это можно, да? Так получается. А вот если будет в формулировке написано «война в России и Украине», и будет понятно, что можно. Ну им можно, нам можно. То, что нам можно, то и им можно. И это предательская формулировка. Вот эта формулировка под названием «война в Украине» – это предательство со стороны Запада. Когда он говорит «компромисс был нужен ради консенсуса». Вот это позиция импотентов политических. А вам зачем поддержка стран третьего мира? Она вам зачем нужна? Нет. Если бы вы смогли там на саммите добиться поддержки ваших идей, то есть того, что Россия напала на Украину, Россия должна заплатить репарации, выдать военных преступников, покинуть оккупированные территории, это бы называлось, что вы смогли уговорить страны третьего мира перейти на сторону добра. Я бы вас понимал. А так вы перешли на их сторону, на сторону зла. Зачем? Ради чего? Вам что от них надо было? И тут нам чиновник вот этот европейский объясняет, а нам надо было оказывать Черноморскую мирную инициативу с зерном. А что Россия вернулась? Там что написано в этой финальной декларации? Там же «Россиянин» присутствовал, «Лавров» так называемый, да? Там что в финальной декларации написано? А Россия в связи с этим перестает трогать украинские корабли, и обстреливать портовую инфраструктуру Украины? Я такой строчки не увидел. Так чего вы добились? А, вы, значит, признаете, что война всего лишь война в Украине, никакой России там не будет, военной агрессии там упомянуты не будет, и за это остальные страны третьего мира скажут, что хорошо бы, чтобы Россия не нападала на мирные суда с зерном? Это был ваш компромисс? Вот такая его цель? Нет, серьезно? Вот для этого нужно было? Это достижение G20? За это вам зарплату платят? Вы за это на выходные поперлись в Индию? Ради вот этой бумажули? Вот я предлагаю, понимаете, до этого саммита, если бы я до этого саммита узнал бы, что такая будет декларация, я бы сказал, что надо сделать следующее. Я вот помню прекрасно, как когда-то, так, кто там у нас, кого там у нас забанить надо? Товарищ Ванов, Ванов Вано забанен, все. Значит так, когда, если бы до саммита, это все произошло, что бы я сделал, я вам скажу. В моем детстве было популярно такое движение. Я был маленький, почтовые ящики тогда были, тогда не было электронных почтовых ящиков, не было мейлов, были деревянные обычные почтовые ящики, и людям приходили письма, и были такие письма счастья. Может кто-нибудь вспомнит письма счастья? Письмо счастья выглядело следующим образом. Значит, там текст такой. Вот это письмо счастья. Если ты получил это письмо, ты должен переписать его в 20 экземплярах и отправить по 20 разным адресам. А тот, кто это получит, тот тоже должен переписать это в 20 экземплярах и отправить по 20 разным адресам. И тогда всем будет счастье. Но нужно переписать полностью этот текст. Видите, все помнят. Вот я считаю, что сейчас нужно на G20 устроить такую же акцию. Как у них декларация G20? Значит, декларация счастья G20. Каждый из членов G20, раз уж он написал вот эту бессмысленную декларацию и подписал ее, обязан переписать ее в 20 экземплярах каждому участнику саммиту G20. И тогда у каждого из 20 участников саммита G20, по 20 деклараций саммита G20. От этого будет больше пользы. Они просто прочувствуют всю боль украинского народа, понимаете? Они прочувствуют, чем мы здесь страдаем, понимаете? Они будут думать, что они тут достигли великого компромисса. Достигли ради мира на земле, уговорили страны третьего мира так и быть подписать какую-то погреботину, понимаете? Но я вам скажу, что это мои фразы, вот это все мое жестокое заявление, достаточно жесткое. Ведь оно актуально было бы только накануне саммита. Вот это все предложение каждому написать 20 экземпляров, оно было актуально накануне саммита. Но саммит все изменил. Всю ситуацию он, конечно, изменил. Вы понимаете, что на самом деле теперь, да, 20 от 19. Нет, каждый сам себе тоже должен засунуть. All one. Я уже это все продумал. 20. Но действительно, вот All one поднял правильный вопрос. На самом деле, у каждого теперь уже после саммита, я скажу, окажется не по 20, а по 21 декларации. А теперь ответьте мне, пожалуйста, вот уважаемые зрители, вы внимательные. Вы меня так тщательно слышали, слушали. Вы ждали, вы специально пришли на эфир в субботний вечер посвятить, чтобы услышать вот это мое откровение. Просто откровение, можно сказать, да, которое мне пришло в голову сегодня. Даже Гватемала с нами пишет, Игорь. Вот скажите мне, пожалуйста, почему не 20, а 21 окажется в каждой? Вот почему у каждого в результате будет 21 декларация в этом месте, а не 20? Объясните, пожалуйста. Ну почему 21? Кто-нибудь способен? Кто? Кто был самый сегодня воскресенье? Да, простите, Елена, конечно. Извините. Воскресный вечер. Простите, пожалуйста. Ошибся. Бывает. У меня просто уже суббота, воскресенье, все слилось. Итак, почему 21? Правильно, Лина. Лина ответила правильно, первая. И потом Лиза тоже ответила правильно. Нет, не две. Хотя интереснейшие варианты. Сильва напишет два раза, Китай напишет две декларации. Мне просто интересные варианты. Потому что есть еще оригинал, потому что еще Ватикан, потому что Венгрия напишет две, потому что 21 это очко. Господи, какой ужас, я об этом не подумал. Но слушайте, столько вариантов, хотя правильный ответ вы уже дали. Но, 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 плюс БРИКС. Нет, плюс Африканский Союз, потому что от Украины. Короче, вариантов вы выдали вот. Но на самом деле суть в том, что Африканский Союз принят в G20, и теперь по одному бонусная декларация попадет в то же самое место от имени Африканского Союза. Но если теперь я буду говорить абсолютно серьезно, сейчас минутка серьезности. Минутка серьезности. Зачем нужно G20? Кто-нибудь мне может объяснить? Ну вот есть ООН. Там все страны. Да, там несправедливость в виде пяти постоянных членов Совета Безопасности и так далее. Зачем вы собираете какой-то новый формат G20, чтобы там кратко пересказать устав ООН в своей финальной декларации? Зачем вы множите бессмысленные сущности? Именно поэтому они получаются такими импотентными, что в них нет никакого смысла. А еще я хочу сказать про Третью мировую войну. Тоже серьезный абсолютно. Вот сейчас говорят, Путин может развязать Третью мировую войну. И я что-то слабо верю. Я вот смотрю на Путина, старый больной человек, не вижу я в нем силы для развязывания Третьей мировой войны. Но Путин это не тот, кто развяжет Третью мировую. Путин это предтеча в каком-то смысле. Путин это человек, который показал всему миру путь к Третьей мировой войне. Что путь этот очень легок. Что мир наш очень хрупок и беззащитен. Что никакая ООН не работает. Что кроме ООН размножили какую-то тучу бессмысленных международных площадок и организаций типа G20. На которой собираются лидеры импотенты и переписывают от руки устав ООН, которые могут засунуть себе только в одно место. Что если завтра придет действительно какой-то, по-настоящему такой же безумный лидер, как Путин, только по-настоящему в мощной большой стране. Вспомним давайте Гитлера. Гитлер пришел к власти не в глухой провинции, такой как Россия, а в центре Европы. И вот представим себе, что такой же маньяк, как Путин, приходит к власти в какой-то по-настоящему сильной державе. В Китае, в США, в Германии, в Великобритании. В какой-то такой стране приходит к власти такой же маньяк, как Путин. И ведет себя так же абсолютно, как Путин. Решает уничтожить мир, решает захватить соседние страны. Мы думали до истории с Путиным, до истории с нападением Путина на Украину, мы были уверены, что у нас есть механизмы защиты. Что цивилизованный мир не допустит Третьей мировой войны. Что когда к власти придет такой же маньяк, как Гитлер, цивилизованный мир, как один, встанет против этого человека. Но вместо этого что мы увидели? Да, мы увидели, что нам помогают оружия. Мы увидели. Мы увидели, что нам помогают защищаться от маньяка. Увидели, что нам помогают защищаться от маньяка. Но помогают ли нам уничтожить этого маньяка? Вот понимаете теперь, внимание, разницу. Если появился опасный маньяк, давайте возьмем обычный наш мир. В парке Шевченко появился опасный маньяк. Нападает, убивает женщин по ночам. Я думаю, что полиция приедет, будет ловить этого маньяка, чтобы его уничтожить. Ведь не будет ходить за каждой женщиной по пятам по одному полицейскому и ждать только, если она пойдет маньяк, то я на него закричу, скажу, а-та-та, а-та-та, уходи. Я напишу тебе декларацию, чтобы ты здесь не ходил и не насиловал эту женщину. Нет, полицейские устроят облаву и будут ловить этого маньяка. Если он будет сопротивляться, они его пристрелят. Если он сдастся, они его арестуют, пасают в тюрьму. Но они будут заняты ликвидацией, обезвреживанием этого маньяка. А чем сейчас занято мировое сообщество, если взять его хорошую часть в виде стран Рамштайна, пусть даже больше 40 стран, но тем не менее, или 50 стран? Они помогают Украине защититься от маньяка, но не готовы этого маньяка уничтожать. Не готовы дать оружие, которое уничтожит маньяка. Не готовы отлавливать его по всему миру, объявить охоту на этого маньяка. Не готовы. Они его боятся. Все правители, которые пишут все эти декларации G20... Между прочим, вот эти вот, как их называют, сейчас скажу. Маск самый богатый человек в мире. Самый богатый человек в мире боится какого-то маньяка-одиночку. Боится маньяка-одиночку. Так кто тогда готов сопротивляться этому маньяке-одиночке? А если завтра это будет председатель Китайской Народной Республики этим маньяком-одиночкой? А если это президент США станет маньяком-одиночкой? Тоже все будут вот так? А давайте только всех защитим, и никто уничтожать не будет, да? И вы знаете, есть только одна сила, готовая этому противостоять. Только одна. И я вам скажу, что это за сила. И, наверное, вы уже сами догадались, что это за сила. И, конечно, эта сила – это украинский народ. И, конечно, это украинский народ.